РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Светлый вечер на Радио Вера! Меня зовут Кира Лаврентьева, я с удовольствием представляю своего коллегу Константина Мацана. Добрый вечер! Напоминаем, что наши эфиры мы продолжаем проводить в режиме самоизоляции, соблюдая все условия карантина, точнее, дистанционно. И сегодня с нами на связи, я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, потому что мы очень долго согласовывали эту встречу, и я с радостью представляю известного многим архимандрита Серафима Битхариби, духовника сирийской православной диаспоры в Грузии. Здравствуйте, дорогой отец Серафим! Спаси Господи, родные мои, спаси Господи! Отец Серафим, ну, наверное, историю вашу потрясающую, лучше рассказать вам. А я всего лишь спрошу, что такое православная диаспора в Грузии, потому что именно этот вопрос напрашивается в первую очередь. Ну, обычно на Руси как-то нас называют община, а не диаспора. Честно говоря, тут живет более 4 тысяч ассирийцев, и с 2006 года ассирийцы просили у святейшего патриарха, они писали письма, чтобы он им назначил бы священнослужителя по происхождению ассирийца. И вот этот вопрос решался, ну, с 2006 по 2010 год. Вот. И в конце уже, ну, на сегодня приняли решение, чтобы мы могли служить на нашем языке родном. Вот. И вот святейший по своей милости и дофроте вот решил вот такое. Представил меня в сирийской диаспоре православной и сказал, что ныне назначается он вашим духовником. Но дело в том, что у нас все-таки, мы восточные люди, несмотря на то, что живем в Грузии, все-таки мы прибыли с Востока. Многие с Ирака, многие с Ирана, многие с Турции во время геноцида. Вот. И у нас есть некие наши традиции, да, наша культура, наш театр, наш язык. И все это нужно как бы сохранять. Вот. А церковь, она как бы является гарантом, неким гарантом сохранения того же языка. Потому что наш язык, он не изучался в школах. И мы в 2016 году огромными просьбами, письмами нам дали право уже изучать наш язык в школе. Назначился педагог, то есть не факультативный вариант, а обязательный, как предмет иностранного языка. Теперь изучается в нашей школе, в селе Кандан, советского района, сирийский язык. Ну вот, как-то так. Так же хочется напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что отец Серафим, композитор, очень известный композитор, исполнитель песнопений на арамейском языке, это родной язык Господа Иисуса Христа. Отец Серафим, а как вы вообще пришли к этому? Как вы пришли к тому, чтобы петь на весь мир, я не побоюсь этого слова, не побоюсь этой фразы, потому что это так и есть, на арамейском языке, на языке Господа? Ну, на самом деле, когда меня рукоположили, это был 2010 год, я приехал в это село, где живет 2000 ассирийцев. Тут стоял такой маленький храм, не было даже, я так иногда могу ошибиться в терминологии русской, простите меня, но Семисвечника, наверное, так оно будет называться, да? Да, да. Элементарно такого. И каждый раз, когда мы послали наших прихожан, в Троицкий собор кафедральный, чтобы оттуда нам привозили просфору, когда туда ездят обычно новые монастыри, и там для статистики записывают, в какой монастырь везут, сколько в неделю там службы проходят. И когда вот из прихожан пошел туда, его спросили, куда? Он говорит, село Канда. Он говорит, а там разве православные живут? И вот это как-то его очень затронуло, обидело, он пришел в таком плохом настроении, и говорит, вот нас никто не знает, нас считают неправославными. В этот момент как раз мы трапезничали, братья. И я вот просто так сказал, вот честно, просто сказал, ничего, мы скоро напишем песнопение, и о нашем селе, о сирийцах, узнает весь мир. И на самом деле так и получилось. Первое песнопение мы написали «Три святое», и кто-то выставил это песнопение, даже не знаю, вот сегодня, чтобы сказать, что я знаю, кто это выставил, я не знаю, но кто-то выставил на YouTube, и уже через две недели практически к нам приехали из Канады и попросили, чтобы мы написали им на тему «Путь Христа» саундтрек. Вот первое такое было. Ну, мы сказали, что мы пока еще даже и не понимаем, как нам писать, что делать. Это первый раз такое случилось. И они попросили разрешения, чтобы использовали бы вот это песнопение в их документальном фильме. И вот так это все началось. И, конечно, огромным трамплином для мира все-таки была Россия. Первые мои вечера духовной музыки, это первый раз прошло на Валааме. С Валааму мы переместились потом в Петербург, с Петербурга Москву, Тула, Калуга. И вот начали вот так ездить, и потом мы нас узнали уже в Европе. И начали приглашать. Мы вот нас пригласили, например, король-королева Швеции из Стокгольма. Мы дали там концерт, потом были в Италии, в Польше, в Эстонию. И вот так потихоньку на самом деле начали ездить по миру и не воспевать Бога. Отец Серафим, в нашей программе мы беседуем со священником о его пути к вере, в вере и о том, какая цепь событий привела к рукоположению, к дерзновению принять священный сан и к благословению это сделать. В интернете можно найти вашу биографию, которая изобилует, казалось бы, необъяснимыми вещами. Пишут о том, что вы пережили такую, какую-то, ну, некую травму, ситуацию с бетономешалкой, там оказались на дне, и это был очень такой большой удар по... Просто было с риском для жизни ситуация, но вы выжили. Потом какие-то разные другие ситуации случались, которые вроде как не должны были случаться, но всё равно вы как будто под покровом Божиим находились. А вот как вы сейчас сами осмысляете свой путь к вере с этой точки зрения? Какова роль была, не знаю, чудо, например, в этом пути для вас? Вы знаете, когда моей маме говорили, что ваш сын родился под счастливой звездой, каждый раз она теряла сознание, потому что понимала, что опять со мной что-то случилось не то. Ну, вот бетономешалка, да, это была, ну, трагедия для всей семьи, потому что я не вставал на ноги, то есть у меня перерезанные руки, ноги, и, конечно, меня хотели отвезти в Москву, Москва сказала нет, потому что у вас есть там такой профессор Мираб Мачаварьяни, Екатерина Амбербекова, которая, ну, ребёнок не выживет, в принципе. Я был такой всё-таки из такой семьи, она не нуждалась никогда ни в чём. Вот, и вот эта трагедия с моими травмами, после чего я и падал потом ещё и с третьего этажа, и машины сбивал, и перегидроль пил, было такое, на самом деле, очень, очень много. Ну, такой непоседа я был, как на русском, наверное, правильно, так, наверное, надо говорить, я вот точно не знаю. Но самый конечный итог того, что я решил принять всё-таки монашеский путь, да, а то это когда у меня супруга, ну, Кристина Владимировна, когда была беременна, просто я утром проснулся, и я не узнал свою супругу, потому что передо мной буквально лежала другая женщина. Я испугался, потому что я не узнал, она была вся в суши, и врачи не могли понять просто, что с ней происходит, и гемоглобин был уже на 42 упавший, ну, в итоге мне сказали, что её, ну, давайте будем, как бы, говорит, резать, хотя бы спасать ребёнка, потому что, ну, в другом случае, они оба погибнут. Я её вынес из больницы, она лежала там на сохранении, ничего не помогало, я вывел её из больницы, и буквально, ну, вот, когда мы вошли в Муссету, донёс её на руках до кладбища святого Гавриила, преподобного Ургебадзе, так как я о нём, и о нём, и его всё-таки мне довелось знать и встречаться. Вот, я положил её, и её саму попросил, что я говорю, ну, ты молись, потому что одной моей молитвы, на нас обоих не хватит. И тогда я сказал, что если ты сохранишь своими молитвами, и то, что о тебе говорят люди, это правда, что Богу будет угодна твоя молитва, и как Бог помилует мою жену и ребёнка, то взамен этого я посвящу себя Богу, и я пойду в монахи. И если моя дочь захочет стать монахиней, то я тоже воспрепятствовать этому не буду. Вот. И, конечно, вот чудо, оно всё-таки произошло, такое было ощущение, что Господь видимым путём начал действовать, потому что буквально на второй день вот это всё её, то, что она вот такая вдруг вспухла, всё это начало потихоньку сходить. Буквально на второй день она уже начала превращаться в ту Христину, которой она была. И тогда как раз я сказал, что если это будет девочка, то скажи мне, как вот сам, ну, как бы подведи меня, как назвать её. У меня есть три имени, говорю. Кетевани, Мариями и Нина. Только ты мне каким-то образом дай, пожалуйста, знать. Вот. И когда у нас родилась девочка, вот, вышла моя сестра, такая радостная, говорит, вот у вас прекрасная дочь, и как мы её назовём? И тут я вспомнил, что я отца Гавриила в своих молитвах просил, чтобы он бы дал мне понять, как назвать мою дочь. И вот эти три имени, Кетевани, Мариями и Нина. И я думал, ну, каким образом теперь это всё сделать? И спросил у медсестры, а как вас зовут? И она сказала, меня зовут Кетевани. Я говорю, вот так и называйте, потому что это одно из тех имён, которое совпадало с теми именами, о которых я просил у отца Гавриила. Что касается сегодняшнего дня, как я на это всё смотрю, мне очень радостно, и если бы у меня было бы тысячи дорог, и сонма тысяч дорог, то всё-таки я бы выбрал бы эту. Единственное, конечно же, когда ты слишком молод, и ты уходишь 24 года, ещё всё-таки не осмысливая этого многого всего, то было, конечно, и тяжело, и всё. И я бы всё отдал, чтобы вернуться в то прошлое и быть послушанником хотя бы лет 5, 7, 8. Я уже не говорю о священнослужительстве, потому что меня как бы никто не спрашивал, когда мне святейший патриарх сказал, что из нескольких осирийцев он выбрал меня, самого молодого, и сказал, что вот вы готовьтесь, вас будем рукополагать, то я плакал, потому что не хотел. Вот скажу честно, ну не хотел. Меня вытащили, я жил в лесу. Это был Зеганский монастырь Успения Божией Матери 6 века. И там же при этом монастыре был маленький храм 5 века святой великой мученице Марине. И вот меня буквально оттуда сняли и сказали, вот вы должны готовиться. Всё. И я практически скрывался 2 года. То есть я переехал жить к владыке Иоану Гамрекели. Вот у него начал жить, и потом владыка сказал, что святейший тебя зовёт. И вот там и решили мой вопрос. Вот честно скажу, мне не хотелось. Светлый вечер на Радио Вера. Светлый вечер на Радио Вера, и мы продолжаем наш разговор. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях архимандрит Серафим Бит-Хариби, духовник ассирийской диаспоры в Грузии. Отец Серафим, вот этот момент немножко непонятен с рукоположением, очень просим пояснить. Вы дали обет монашеству, я как понимаю, когда жена была при смерти. Она выжила, родился ребёночек, девочка. И дальше как? Дальше как развивался ваш жизненный путь? Насколько я понимаю, вы забыли на несколько лет, да? Я потом начал обманывать и себя, и Боженьку, и говорить, какие только мысли не посетят человека в трудную минуту. Уехал работать. Я был в сборной Грузии по восточным единоборствам, и когда выступил на чемпионате за Кавказского округа, победил, и уже подходил период, чтобы выступить на чемпионате мира. И мы выступили на чемпионате мира, и меня как бы уволили на год, дисквалифицировали, вот так будет правильно, за грубое поведение в бою, хотя это была на самом деле огромная случайность. Вот, и, ну, видимо, я не очень все-таки попал в сердце и президенту ассоциации по карате. И вот в итоге я взял все документы свои и уехал в Киев. Уехал в Киев и начал продавать, я там защитил КМЭ, был в школе, вот, два вида спорта основных, которыми я занимался, это было карате, кошики, кенгкоканширинджирю, и тайквондо, ИТФ, ханчигуань, ну, в Северной Корее. Вот, и там, и там добился неких, ну, не очень таких огромных успехов, вот, ну, все-таки третий данный там и там позволял мне открыть школу по тайквондо. Я ее открыл, и там, как бы, ну, уже работал и тренером, выступал на соревнованиях. Вот, ну, потом, знаете, как-то мы все-таки из Грузии, и вообще люди восточные, мы более мнимые, нежели, например, россияне. Да, то есть, если там мы увидели какой-то сон, мы начинаем об этом сне, всей семьей рассуждать, к чему бы этот сон, что бы это могло значить, и т.д., и т.п. И вот в один прекрасный день я увидел во сне монахиню, которая мне сказала, ну, как тебе не стыдно, ты дал слово Боженьке, вот, а его сам не исполняешь. Там, утром сходишь в храм, а вечером живешь разгульной жизнью. И стало страшно, был такой Царство Небесное, протеерей, отец Василий Высоцкий, в Свято-Троицком ионинском монастыре Московского патриархата Украинской Православной Церкви. И я вот ему, он был такой дивный, добрый, я ему вот рассказал этот сон. Ну, он вот так думал, и как раз занесли одну из книг, и я вот на этой книге увидел эту монахиню. Я говорю, вот эта монахиня мне и являлась. И он сказал, что это матушка Алипия. Матушка Алипия, ну, и сходи к ней на кладбище, помолись там. Я пошел, помолился в могилке у матушки, там была огромная-огромная очередь, всегда там она была иродивая Христа ради. Вот. И, ну, с такими словами, ну, матушка, я молод, и всякое бывает, вот, куда ж мне идти там в монахи? У меня вот жена, дети, я так не могу. Вот. Ну, и в итоге вот меня никак не отпускали эти сны. Потом я как-то все-таки позвонил супруге, и сказал, что, ты знаешь, вот со мной происходят вот некие такие моменты, которые меня просто потихоньку сводят с ума. Или меня просто, я говорю, на подсознательном уровне вырвалось то, что я обещал, и теперь меня совесть как-то это внутри гложет. Хотя, честно говоря, на сознательном уровне я не ощущал, что меня что-то гложет, потому что более такой свободный образ жизни для меня был прекрасным вариантом просто жить. И вот она сказала, ну, ты обещал, ты должен исполнить, а вместе с тобой и я подрастут детишки, и я тоже пойду на этот путь. Вот. Так я и остался с первой Светлойском и Ольницком монастыре, на Зверенцах пожил у Владыки Ионы Черепанова, у Владыки Кассиана, а потом перевелся в Белую Церковь. Там был такой дивный старчик иеросхимонах отецом Филохи Трубчанинов. Он был духовным чадом святого Серафима Тяпочкина. Вот мы помним его, многие рассказывают, что это Серафим Тяпочкин молился над Зоей, Зоиное стояние, если мы помним, было такое, да, в Самаре. Вот. И вот по его благословению я постригся. И вот так он мне сказал, что надо будет ехать домой. Я хотел очень на Афон. Он сказал, что мои дни уже подходят к концу, к закату. Тебе вот такое завещание. Езжай на Афон. Нет, езжай домой. А я хотел на Афон. Я не соглашался. Я говорю, пусти, благослови меня на Афон, батюшка. Он сказал, нет. Бога, за тебя другие мысли. Вот. И вот я встретил на пути Матушку Ксению потом. Вот. Ну и все так было. Вот. Все. Вот. Ну все. Вот. Сперва была Матушка Ксения, которая благословила идти к Анфилохе, чтобы тот меня пострелял. И так вот я вот. Ну. Это все так быстро произошло, что я не знаю. Ну. Я реально родился 7-месячным. Должен был родиться в сентябре. Я почему-то родился в июле месяце, в день рыбака. И по паспорту меня зовут Ихтиандр. Ихтиа рыба, Андрес. Это человек, мужчина. Ну и рыба была всегда символом христианства посреди человечества. Особенно в те годы апостольские, когда они скрывались от правителей, всегда рисовали рыбу. Вот. И этим понимали, что тот же христианин, так сказать. Вот. Ну вот. Вся моя жизнь, она такая сумбурная. Ничего в ней не успокоилось. Когда иногда думаешь, что... Иногда разражительный, иногда такой, и думаешь, что, ну, это чисто психологически, ты устал, у тебя всё хорошо, а ночью, когда ты засыпаешь, тебе внутренне... внутри совесть говорит, что ничего, ты не устал, и ничего, это не психологически, это твоя распущенность. Серафим, поскольку вы сами упомянули преподобного Гавриила Ургибадзе, не могу вас о нём не спросить, потому что это имя едва ли не символ грузинского православия XX века, и для многих он олицетворяет вот эту новейшую историю грузинской православной традиции. Святой, необычный, выдающийся человек, совершенно такой, ни на что, ни на кого не похожий, идущий совершенно своим особенным путём, про него много информации в интернете, кто заинтересовался, кому интересно, можно прочитать преподобного Гавриила Ургибадзе, но ваше с ним общение, каким было, насколько общение с ним было тоже одним из этапов, одной из вех на вашем пути к вере и в вере. Ну, вот я был маленьким мальчиком, я с ним встречался всего лишь один раз, ну вот, и, конечно, я очень сильно испугался, меня повёл туда друг, нас очень мило встретил отец Гавриил, вот, а мой друг уже был панамарём, у отца Василия Калавлишвили, который потом пошёл в раскол, вот, и вот мы, он нас встретил, он говорит, вы, наверное, проголодались всё-таки, и мы, конечно, все сказали да, вот, и он маточку сказал, что там, сделайте трапезу, пускай, дети поедят, вот, и я скоро подойду, и вот он проходит минут, наверное, двадцать, а мы всё трапезничаем, и он подходит, и у него глаза изменились, такие, стали такие суровыми, вы что, в ресторан приехали, и он перевернул нам стол, я, конечно, спрятался за моим другом, Резико, и он тогда сказал, Резико, что, ты где, ты у кого, он говорит, я у отца Василия, поди скажи отцу Василию, что ты к нему не будешь больше ходить, так сказал отец Гавриил, вот, и, конечно, он этого не сделал, и потом начал замечать за отцом Василием, как тот потихоньку начал идти против святейшего патриарха, и пошёл в них хироскол, вот, и, конечно, закончилась история отца Василия тем, что его отлучили от церкви, вот, это единственная была встреча, и потом, когда люди начали говорить о том, что это великий старец, и это такой святой человек, вот, я тогда вот как раз и подумал, что надо отвезти туда, и сказать, что на самом деле то, о чём, что о тебе говорят, то помолись Богу, чтобы супруга моя родила бы в мире, и чтобы она была, жила, здорова, как ей мой ребёночек, вот, и вот, Господь услышал его молитвы, потому что на тот период у меня ни сил, ни разума не хватило бы, чтобы молиться, скорее всего, тогда у меня всё время был какой-то протест, и я говорил, зачем так случилось, почему, как так это, как это можно понять, и я просто сходил с ума, думая о том, что не дай Бог, если супруга отойдёт, вот, и вот, и вот, и всё, и поэтому больше, чем уверен, что Господь услышал молитву преподобного. Отец Серафим, ввиду всех перемолотых, наверное, годами и страданиями событий, нам вы уже довольно плавно рассказали о вашем разговоре с супругой, когда вы сказали ей, что вас мучает совесть, и, вероятно, вам нужно всё же идти в монастырь, но для меня, как для семейного человека, я думаю, для Константина тоже, и для наших радиослушателей, просто очень тяжело это слышать, если честно, прям содрогается всё внутри, потому что молодая семья, трое детей, муж говорит жене, что я пойду в монастырь, и что это, это же трагедия просто. На самом деле, это не так, что я пойду в монастырь, я спросил её, что ты думаешь об этом, скажи мне, и она мне сказала, что ты обещал, ты должен использовать, дело в том, дело в том, что у нас немного разные ментальности, понимаете, и у россиян, и у украин, и тем более у восточных людей, супруга моя гречанка была, вот, и, конечно, у нас такой страх всегда есть, вы, что Бога обманывать, как бы нельзя, слово дал, его надо исполнять, вот, и вот это уважение, вот это страх пред Богом, да, что вот не дай Бог, мы обманули, что после этого может быть, а если Господь, вот, ну, это мысли человека мирского, я хочу подчеркнуть, да, на тот период я думал, а если Господь, вот, ну, попустит то, что и заберёт моего ребёночка, хотя бы одного из них, как тогда, я же буду винить себя в том, что я обещал и обманул, а тут мы должны сделать всё, и поэтому, я поступил, наверное, всё-таки более правильно, тем, что я спросил, что, что она думает об этом, что она думает об этом, вот, и её ответ был конкретным, то, что думала, она то сказала, и мы вот так потихоньку, потихоньку пришли в монастырь, потому что церковным человеком я не был, я когда понял, что всё, ну, всё, Бог есть, всё, вот, то я в монастыре начал учиться всему, что такое быть на самом деле верующим, что такое быть на самом деле церковным человеком, вот, и не забуду, нас называли церковники, те, кто убирал храм, заходя в алтарь, и вот моя ступень была вот оттуда, я был церковником, сперва убирал, ботсад, да, потом стал церковником, заходил и убирал храм, потом нас перевели уже в алтарь, и вот так потихоньку, потихоньку, всё пошло. Мы вернёмся к этому разговору после небольшой паузы, напомню, сегодня с нами, с вами на связи в светлом вечере архимандрит Серафим Бит-Хариби, духовник ассирийской православной общины Грузии, также здесь моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, не переключайтесь. Светлый вечер на радио Вера Радио Вера представляет Светлый вечер на радио Вера Ещё раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на светлом радио вновь приветствует вас. У микрофона коллега Константин Мацан и Якира Лаврентьева мы напоминаем, что ведём наш эфир, соблюдая режим самоизоляции. У нас в гостях архимандрит Серафим Бит-Хариби, духовник ассирийской православной общины в Грузии, композитор, который поёт, исполняет и сочиняет песнопения на арамейском языке, на котором говорил Господь Иисус Христос. Отец Серафим, в прошлой части программы вы сказали, что уже только придя в монастырь, послушникам, церковникам, которые убирают храм, а потом алтарникам, вы начали впервые знакомиться с церковной жизнью и начали разбираться и узнавать, что такое быть верующим, что такое быть церковным. А вот что такое быть верующим для вас, что такое быть церковным, к каким ответам на эти фундаментальные вопросы вы пришли, если эти ответы можно как-то формулировать словами? Ну, как нельзя, можно верующим и церковным. И я думаю так, что человек верующий полностью осознает, не только на уровне психики, но всем сердцем, что вся его жизнь принадлежит Богу. Вся жизнь. Так как она давно была ему от Бога, вот, и в конце все-таки она ему принадлежит и от нас зависит просто, как мы пройдем эту жизнь и как мы предстанем перед Богом. Когда мне говорят, что Бог есть любовь, то сразу урывается у меня такая фраза, что любовь это безграничная свобода, которая освобождает нас от оков греха. Вот, поэтому верующий человек понимает, что Бог это тот, кто может освободить человека от этих мрачных и страшных оков. Вот для меня что значит жизнь верующего человека. Что это такое для меня вообще в целом? А что такое быть церковным в этом смысле? Вы не случайно сами в своей речи эти выражения быть верующим церковным произнесли через запятую как будто бы. Мы знаем, что вокруг много людей, которые себя называют верующими, даже может быть верующими в Бога и себя признают христианами и православными христианами, но церковность их настораживает и церковь как понятая ими как некая система обрядов им чем-то чуждым представляется. А вот что для вас церковности, подлинная церковность? Ну, в конце человек все-таки верующий должен где-то наткнуться к фразу святых отцов, которые говорят кому церковь не мать, тому Бог не отец. Вот. Церковный человек, человек, который верит, он обязательно раньше, когда назвать себя верующим. То есть, я думал, что верил в Бога, пришел, возжег свечу, сказал, Боже, прости, пожалуйста, за такие-то мои грехи, но никогда не сдавал исповедь, да, там, там, и причастие было для меня, это, я просто вспоминаю первое причастие, но это было, но это, я не описываю его словами, да, то есть, это все происходит в церкви. Человек верующий должен познакомиться с церковной жизнью, то есть, он потихоньку узнает, что, вообще, что значит священнослужитель, что значит церковь, соборность этой молитвы, литургии, человек потихоньку, потихоньку узнает некие правила, правила того же молитвослова, утренних молитв, вечерних молитв, я уже не говорю о неседалинах, о танонах, о раприсах, которые происходят в церкви, о панихидках, понимаете, вот, вот это все-таки церковная часть жизни верующего человека, вот, потому что церковность и церковь и верующий это неотделимое, то есть, они не могут быть друг от друга отделены, когда мне говорят у меня в сердце, самое главное, что у меня есть сердце Бог, я верю, у меня в сердце есть Бог, я говорю, каким подвигом ты стяжал Бога в себе, что он у тебя в сердце есть, там, затворничество, молитва, я не знаю, молчанием, ну, чем, объясни, каким постом, ну, какой молитвы, то есть, на этот вопрос у них ответа нет, понимаете, вот, поэтому, ну, жизнь без церкви, ну, это ж, это темень, темень всего, поэтому, даже не знаю, как вам это все объяснить, но верующий человек, он неотделим от церкви, и поэтому, когда он думает, что он верующий, то придя в церковь, становляясь церковным человеком, он уже понимает, какая разница, на самом деле, верующего человека и верующего человека, который находится в лоне церкви, и не просто в лоне, а который вот принимает участие во всех тайнах, можно сказать. Отец Серафим, если возвращаться к вашему священническому рукоположению и монашескому постригу, я, как понимаю, вы, угрызаемые совестью, все-таки решили принять монашеский постриг, я сейчас, конечно, немножко перегибаю, но ведь, по сути, так и есть. Как вы привыкали к монашеству? Ведь вы несколько раз повторили за время нашей программы, что вы не хотели становиться монахом, вы не хотели уходить в монастырь, а сейчас, мне кажется, все очень сильно изменилось с тех пор. И что это был за путь, отец Серафим? Ну, кроме одного, вы знаете, все изменилось кроме одного. То есть грехи все-таки, они с каждым днем прибавляются в корзине, которую я несу с собой. И что мы принесем Богу, кроме грехов, ничего практически. Поэтому это единственное, что, наверное, не изменилось, и было бы просто печально, когда священнослужитель может сказать, что вот, да, вот моя жизнь полностью изменилась, что я уже больше не грешу. Наоборот, понимая то, что ты священнослужитель, и что ты можешь смутить каким-нибудь своим поведением, даже, ну, самого такого, новоприходящего, то уже, как написано в одиннадцатом слове у Исаака Сирина, да, я помню, писано, говорит старец, всякий же, кто смутит братьев своих мечей, не узрит света. Представляете, какие страшные слова, Господи, очень страшные слова. Вот. А все изменилось уже в гоня церкви. Понимаете, уже, уже, уже сорок два мне. То есть, уже, ну, столько лет, как бы, да, да, я не пришел маленьким мальчикам, как, приходят многие, там, 16 лет, 17, и уже они становятся панамарями, и не только панамарями, и подзиаконами, раздвигаются там в хитецы, и т.д., и т.п., вот. Я немного опоздал, но вот честно, если бы у меня было бы тысячи дорог, я все равно выбрал бы эту дорогу, потому что, ну, когда оглядываешься назад и смотришь на все твои искушения, на все какие-то, кто-то, кто-то тебя клевещет, кто-то тебя, ну, чуть ли не обожествляет, и ты понимаешь, что ты стоишь на том пути, который может просто провалиться под твоими ногами, ты все время в каком-то напряжении и просишь Бога, чтобы вот эта дорога, на которой ты стоишь, чтобы она была бы твердой под ногами, и чтобы, вот, в 90-м псалме, да, я помню, да не приткнешься ты камень ногой своей, то есть камень грех, нога душа, да, и вот, я вот это вот умоляю Бога каждый день, но это равно каждый день все-таки в разных моментах падаю по-разному, вот, сейчас для меня вот эта жизнь, которая есть, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что, ну, монашество, ну, вот той же, в которой я живу, ну, она далека, она отличается от того монашества, которое должно быть на самом деле, монат, ну, должен сидеть, должен сидеть, на месте, должен, если он уже рукоположен священный санкт, да, там, вяконом или священником, все равно должен сидеть при монастыре и не разъезжать ни то, ни это, ну, понимаете, вот, я вот говорю как раз вот об этом, что меня сейчас на самом деле очень сильно гложет, что многие говорят, батюшка, вот, ты выходишь на сцену, ты поешь, тебе должно быть стыдно, и мне на самом деле, когда вот это говорят, мне потом иногда становится стыдно, вот, честно, иногда я очень рад, что наш язык, наша мелодия, наши песнопения донеслись и понеслись по всему миру, да, как-то вот, ну, она знает практически, ну, если не во всем православном мире, то хотя бы пол его, этого мира, все равно нас знает, да, тебе становится приятно, когда сербскому патриарху там поют твое три святое, когда народные артисты поют твое песнопение, то есть, исполняют его на сцене, то есть, ты думаешь, что, ну, все-таки что-то-то оставил на своем пути, и может быть, кто-нибудь на самом деле в церкви будет рукоположен, будет служить на нашем языке, и будет вот тот же отче наш, мелодию, которую я написал, будет также продолжать вот эту традицию, потому что у нас-то нету, до нас не дошли ни одни книги по музыкальной части, как Богу, например, в Осирице, в той Антиохе, вот, понимаете, нету такого, и все приходится вот делать вот как-то самому, с перчем, что-то писать, сочинять, и вы знаете, это очень, как бы уже вошло в нашу жизнь, и я уже не представляю, например, отче наш на другой какой-то мотив, честное слово, не представляю ни просительную, ни тени, ни великую, ни малую, уже в других мотивах, вот. и как-то мне больно и обидно, что где-то монах так не должен жить, там, концерты, там, пишет музыку для певцов, там, к слову, да, но как-то жить-то надо, и как-то надо популяризировать свой язык, понимаете, вот в Грузии, до того, пока мы воспевали, нас называли то курдами, то азербайджанцами, ну, у всех есть своя нация, и мы уважаем все национальности, но мы просим нас называть теми, кем мы являемся, но люди не знали, кто такие ассирийцы, в Грузии очень много нас называли айсорами, очень малый контингент людей знал, кто такие ассирийцы, вот, ну, хотя бы вот этого мы добились, и слава Богу, ну, и за это тоже совесть грызет. Светлый вечер на Радио Вера Архимандрит Серафим Битхариби, духовника сирийской православной общины Грузии, сегодня на связи с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Отец Серафим, вы так пронзительно говорите о том, что вас гложет, о том, что идеал монашеской жизни для вас не совпадает с той практикой жизни, которую вы ведете как концертирующий музыкант, и это буквально подводит меня к моему вопросу, который я хотел вам задать, отчасти вы уже на него отвечаете, но все-таки, а лично для вас музыкальная деятельность, концертная деятельность, как соотносится, ну, если угодно, со спасением, личным спасением, чему себя посвящает, призван посвятить максимальное любой верующий христианин, уж тем более монах, это мешает спасению, это нейтрально по отношению к спасению, может быть, это каким-то образом помогает вам приближаться к Богу, вот как вы на эту тему размышляете? Вы знаете, вот, например, когда мы утром становимся на утреннюю молитву, она ничем не отличается от тех песнопений, которые я воспеваю на концерте Богу. Понимаете, то есть все наши молитвы, они как-то по восточной традиции, они все воспеваются, они не читаются, как сегодня читают, например, мы не говорим там, к слову, там, «По мне у меня боже повелитель милостей твоей помощи, я дро твоей хочу тебе и таза и тупать». Они у нас все воспеваются, и, вы знаете, как-то вот таким медленным, красивым темпом, и то есть утренняя молитва, она может продолжаться 45 минут, 50 минут со своими поклонами. Единственное, что меня смущает в моей концертной деятельности, насколько я помню, Константин, и понимаю, вы же тоже недалеки от музыки, правильно, вы играете на фортепиано, или я ошибаюсь? Нет, есть такой момент, да, мне очень... И не только на фортепиано. Я помню, вы вели программу с Ираклием Ферсхалавой, если... И это правда. Не ошибаюсь, да. Единственное, вот вспомните, когда вы поете, и когда вы играете, и когда вам кто-то аплодирует и говорит, вы прекрасно играете, вы прекрасно поете, вы прекрасно читаете, элементарно, то вот меня вот этот момент смущается в том, что такое ощущение, что я ворую славу у Бога. Я ворую то, что мне не принадлежит. Потому что, ну, не устану повторять, все, что у меня есть, все, что у меня есть, у меня все от Бога, у меня все для Бога, и у меня все Бога. И каждый раз, когда мне это нравится, что вот аплодируют, встают на ноги, там просят, там бис, и каждый наш концерт, если вы где-то мельком смотрите наши концерты, там, YouTube-каналов всяких, то вы видите, что это всегда аншлаг. То есть, чтобы были бы какие-то места, всегда первые места у нас заняты для высокопоставленных лиц, и высокопоставленные лица не приходят, да, и первый ряд у нас всегда пустой. И вот тогда я говорю тем людям, которые стоят на ногах, то есть, они заплатили входные билеты, не то, чтобы сидеть, а просто стоять, и они переполнены. Я им говорю, вот сегодня на вас такая милость, садитесь на все передние места. И, и, и слава Богу, никто из высокопоставленных не приходит и не говорят им, встаньте и уходите. Вот. И вот люди становятся на ноги, тебя аплодируют, кто-то, есть ведь у нас немного все-таки вот эта горячность, да, кто-то, например, в Грузии было очень много таких случаев, что кто-то втихаря у меня там состриг волос со спины, да, то есть, и когда, ну, люди это заметили, начали кричать, вы что делаете, там такой был хай, то есть, мы хотим это поставить, иконочкам заламинировать, вы нам не мешали, и тогда, и тогда кто-то тебе там подряснет немного, там, я не знаю, там, этот, как это называется, материю сорвал, и такое бывает, да, то есть, ты понимаешь, что это неправильно в твой адрес, что ты, может, и поешь хорошо, но какой ты человек изнутри, и как ты себя ведешь, и как ты живешь духовно, вот оно, что самое главное, понимаете, а я-то знаю, какой мусор я в себе несу, то есть, люди, некоторые видят, думают, что он хорошо поет, о, все, это ангел воплоти, и тут становится намного противнее, нежели в те дни, когда я не воспеваю там вселюбно, да, и вот этот момент меня смущает, ведь все, что у меня есть от Бога, для Бога и Бога, и тут тебе где-то нравится, когда тебя аплодируют, понимаете, тебе нравится, когда люди смотрят такими, ну, такими влюбленными глазами, и ты вот себя ловишь на том, что, чего тебе вот это, что ты самолюбуешься, что ты самовосхищаешься, а если ты завтра помрешь, ну, что ты, ты сегодня есть, а завтра тебя нету, Господи, 75 лет нам дано, и если Василий, и милости Божией, то и 80, но мы знаем случаи, когда и умирали в 20, и в 21, и в трехгодичном возрасте, я просто сейчас, в данный момент о себе, понимаете, если не дай Бог, Господь меня вот в таком моменте застанет, когда я самолюбовался и самовосхищался тем, что вот, посмотрите, как они любят, то это, это, это ад, это стопроцентный ад, в моем понятии, потому что на устах не было уже Господи, на устах была улыбка, 9 на 12, что, о, посмотрите, как меня любят, или какой ты, какой ты крутой, поэтому для меня очень важно, что многие, когда тебя хвалят, очень важно, чтобы многие ругали, чтобы был бы какой-то баланс, понимаешь, хвалят, радуйся, как человек, да, хотя мы не должны на это обращать внимание, вот, ругаю, можешь, где-то тебе будет больно, хотя и на это мы не должны обращать внимание, но тут у нас все-таки появляется некий баланс, потому что и то, и другое дал нам Бог, чтобы мы не познали то, что стоит за всем этим, вот, вот, вот этот момент. А вот вы сказали чрезвычайно пронзительные вещи о том, что если радуют, ну, благодари по-человечески, если ругают, тоже благодари, как-то вот из великодушного сердца, благодари Бога за то, что он так, ну, смиряет, сказал бы, верующий человек, а что такое смирение, как вам кажется, как вы для себя это формулируете, или просто как пастырь, как духовник, это, когда об этом размышляете в беседах с людьми, которых, для которых вы духовный наставник? Для меня смирение, это все принимать, как из рук Божьих. Вот, было, вы знаете, ведь, помимо того, как многие тебя восхваляют, да, многие еще и клевещут, потому что, хочешь ты этого, или не хочешь, ты вошел в сферу такой деятельности, где, это уже, ну, как бы, я не знаю, там, тебе звонят шоу-продюсеры, которые ставят твои концерты, то есть тебе звонят режиссеры, тебе звонят продюсера, там, музыкальных каких-то проектов, да, и ты отказал одним, другим, например, да, то есть вот с Ираклием, я Ираклию отказывал, я сказал, что не буду я петь под музыкальное сопровождение, ничего, моя деятельность, это чисто, акапельное, так, все, поем только голос, и сонок, вот, и только потом, когда Святейший сказал, что мне интересно, чтобы вы спели под музыкальное сопровождение, вот тогда я как бы согласился с этим моментом, вот, и когда ты отказываешь некоторым, то есть говоришь, что нет, то тут уже вот эти продюсера, там, все вот эти организаторы разных городов, концертов, один может позвонить другому, вот как мне сообщили, сказали, что вот батюшка, нам вот эти организаторы вас не советовали, говорили, что вы не очень сдержанный человек, любите пить, там, и я был в шоке, потому что, ну, я, ну, в миру, в миру, то есть, ну, никогда даже в миру не пил, да, то есть, для меня спорт, это был самый важный момент в моей жизни, то есть, читая книги о самураев, и тех императоров, которые потом приказывали, что помимо спорта, пускай занимаются самураи искусством, потому что они уже только на этом зациклены, чтобы они не сошли с ума, пускай они, как бы, развиваются и в других направлениях, да, то есть, для меня это было важно, но, вот, касательно вот этого алкоголя, вот этого, бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что на самом деле, сейчас вот у тебя голос может просто упасть, ты, весь концерт, а это час-полтора, все концерты, это минимум, минимум, это нота Си первой октавы, то есть, вы понимаете, да, насколько высоко приходится поднимать голос, вот, а иногда же это доходит до, до ре второй октавы, представляете, и вот, ну, падает голос, в этот момент, конечно, обязательно, надо горло разгорячить, и кто-то из оперных певцов советует, там надо вот, хотя бы немного коньячков, батюшка, вот, очень много раз сопротивлялся, был такой момент, когда, и этого не скрою, когда я понял, что, ну, все, что-то надо делать, то есть, я позвал фониатор, или как их называют, чтобы мне там же, буквально, ну, лечили бы, буквально, за 5-10 минут, бедные, они, ну, в храме Христа Спасителя, сделали невозможное, и у меня появился опять голос, то есть, очень трудно, и вот, когда о тебе такое сплетничают, а еще и хуже говорят, и клевещут, конечно, ты думаешь, ну, это же неправда, почему вот так нагло врать, а потом понимаешь, а вот там тебя позавчера хвалили, божествляли, говорили, какой ты хороший, да, и ты это принимал, с улыбкой на лице, прими и это, как из рук Божих. Отец Серафим, прошу прощения, у вас невероятно сокровенные тексты, невероятно сокровенные, глубокие песнопения, скажите, пожалуйста, как, откуда вы берете эти мотивы, чем это навеяно, как вы их сочиняете, находясь в келье, находясь на улице, общаясь с кем-то, может быть, вы слышите какие-то мелодии, и это является вдохновением для вас, и тексты, например, молитва в Гефсиманском саду, это ведь совершенно потрясающая вещь, которая вообще, ну, ни одно слово, наверное, не подойдет, чтобы ее описать, всю ее глубину. Это же все надо прочувствовать, чтобы это все написать. Я прошу прощения, мой вопрос наверняка очень личный. Ну, хочу сказать, что, вы знаете, наверное, все нужно прочувствовать, хочешь ты этого или не хочешь, все-таки, вот эта мелодия, вот эти музыки, они, конечно... Да, мелодия, текст, текст мы не будем... эмоциональным, как бы, ну, периодом какой-то жизни, да, то есть, в общем, было много таких моментов предательств в моей жизни, которые буквально, ну, я даже не хочу эту тему затрагивать, но все-таки такое бывает, бывает, церковь – это не собор великих или светлых херувимов. Это больница, и внутри этой больницы иногда и врачи могут оказаться больными. Такое тоже бывает, и такое бывает нередко, понимаете, и все время думаешь, что, ну, вот такой, прости, Господи, может быть, нож в спину. Вот таких моментов в жизни бывало много, и вот именно в такие моменты писался, например, тот же 50-й псалом, 53-й псалом, который я просто, ну, люблю, и вот молитва в Гефсаманском саду, вот, она была полностью экспромтом, на самом деле написана, но она как бы была мне таким предрекающим, что впереди ждет некоторое искушение, и если ты их отстоишь, то ты отстоишь их. И мы отстояли. Спасибо огромное, дядя Серафим, за этот разговор, спасибо за искренность, и за теплоту, и за свет. У нас вправду такой светлый вечер получился. Знаете, как, не могу удержаться, чтобы не пошутить, что с гостем мы солнечно в Тбилиси, как говорили раньше, вот, благодаря тому, что мы сейчас программы пишем в режиме самоизоляции, и не в студии светлого радио дистанционно, мы можем общаться с любой точкой мира, и вот сегодня пообщались с вами, и мы в Москве, вы в Грузии. Спасибо за этот разговор. Ну, и также я хочу попросить у вас, и не только у вас, попросить у ваших радиослушателей, что если все-таки будет такое желание, и у вас, и у них, и возможность, то я прошу ваших молитв. потому что, ну, на самом деле, мы улыбаемся, мы всегда радуемся жизни, но все-таки иногда бывает тяжело. Но нет такой жизни, которую мы бы хотели, есть такая, которая нам дана свыше, поэтому мы должны постараться прожить ее достойно. Спасибо вам, дорогие мои. И вот так вот. Спасибо огромное. Архимандрит Серафим Битхариби, духовник ассирийской православной общины Грузии, сегодня был с нами, и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Здесь были Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания. Всего хорошего. Огромное спасибо, отец Серафим. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на Радио Вера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова